итак привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сегодня у нас необычная передача сегодня мы поговорим немножко о поиске то есть поговорим немножко вашей безопасности которую нужно соблюдать при походе в лес и так сегодня 7 мая на пульт диспетчера поисково-спасательной службы кемеровской области поступил звонок о том что потерялся человек в лесу как это произошло значит ну естественно поисково-спасательная служба вместе с кинологом то есть со мной и и моим подопечным риком который сегодня поехал впервые на лесной поиск выдвинулась естественно к месту пропажи человека по пути мы предварительно значит подобрали вот одна из бабушек которая была их там было пять человек этих бабушек и одна из этих бабушек значит потерялась естественно провели опрос чтоб когда потерялась имеет ли какие-то заболевания этот человек ориентируется состояние здоровья то есть время пропажи имеет ли при себе значит как бы мобильный телефон какие-то технические средства когда все это прояснили доехали до места где уже машина не сможет пройти и пошли отправились в лес значит в лесу я повторюсь в лесу рик выезжал впервые в лес показал себя с лучшей стороны то есть он не был привязан к хозяину то есть ко мне он оббегал территорию производил как бы поиск местности и значит издалека он сразу же вот двух старушек которые нас встречали он облаял обозначил то есть отработал по полной программе ребята дальше стали ориентироваться по карте местности и что произошло дальше посмотрите я поясню чуть-чуть попозже звонить если она нет это исключено это вообще сын как только узнает перезвонить сюда и скажет что просто боже не занимались мы тем чем не надо заниматься вот чего как только будут сведения от нее пусть он перезвонит на ее же телефон ну вот вы понимаете да что собственно говоря наша пострадавшая которая потеряшка в лесу васильевна она оказалась благополучно добралась до дома и соответственно потому что может быть в шоке человек был просто не известила никого то есть хотя она могла позвонить своим подругам которые я думаю что она понимала что они ищут ее никуда не ушли подключили уже аварийной службы видите в мы выехали даже с кинологической группы для того чтобы ее найти итак какой вывод мы с вами можем сделать из этого всего происшествия исключать ничего абсолютно нельзя то есть смотрите вот вы пошли в лес у вас есть мобильный телефон бабушка взяла его с собой прекрасно то есть он лежал у нее рюкзаки она отошла буквально там на 15 метров не думая о том что она потеряется никогда человек не думает о том что он потеряется поэтому хотя бы средства связи то есть мобильный телефон всегда держите в контакте всегда держите за какой-то звуковой аудио визуальный контакт с теми людьми с которыми вы пошли и если так получилось что вы потерялись и самостоятельно выбрались то есть нашли дорогу да то обязательно обязательно сообщите об этом тем людям которые собственно говоря вас ищут это хорошо что вот произошло именно таким образом что тем более бабушкам этим уже 8 10 лет посмотрите какой активный образ жизни они ведут это конечно хорошо это здорово но терять голову в лесу а тем более в тайге никогда нельзя так что что могу сказать вам друзья заслужите доверие заслужите уважение рик отработал по полной программе хотя мы но собирали целую кучу клещей я вот пока ехали назад на штук 40 клещей с него снял обработайте животное свое прежде чем будете выходить в лес вот видите реку меня устал лежит и все у вас получится с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег спасибо спасибо